Я сейчас столкнулся с такой интересной штукой, о которой я думал, но не было повода у меня выразить. Это про сожаление о чем-то сделанном. Скорее даже не сожаление, а сожаление о том, что сделано так, а не иначе. Потому что когда ты делаешь что-то, у тебя вдруг начинает появляться какое-то понимание. А, типа надо было вот так сделать. Здесь очень важно понять одну вещь, которая как бы в моменте ускользает из внимания. Допустим, мне сейчас напомнила просто об этом мама, наш разговор сейчас. Мама купила мед, отправила мед. Один липовый, другой цветочный майский. И один по вкусу не понравился ей. И вот она переживает, что зря она купила тот. Надо было купить оба липовых. Потому что липовый, он вообще пушечка просто. И интересно, что вот это вот зря я не сделал вот это. Надо было сделать вот это. Кажется очень логичным и очень рациональным размышлением. Но, говорю же, и здесь из вида упускается один важный момент, который заключается в том, что вот эта ясность. Пусть эта ясность связана с фактом, который тебя не радует, но эта ясность до этого была неопределенность. Ты не знал. Даже если то, что ты узнал, это неприятно, то есть сам опыт узнавания как бы выглядит как ошибка, тот факт, что ты узнал это, произошло только благодаря тому, что ты сделал то, что ты считаешь ошибкой. Это нужно уловить. Та ясность, которую ты приобрел в понимании того, что не надо было делать, ты приобрел исключительно благодаря тому, что ты сделал то, что в кавычках ты считаешь не надо было делать. То есть кажется, что в действии, которое ты сделал, которое является ошибочным, нет ценности, потому что ценным для тебя было бы сделать то, что ты сейчас осознаешь, что надо было сделать. Но здесь важно уделить внимание тому, что это ценность, это ясность точнее. Вот что такое ценность. Ты избавился от неопределенности, у тебя теперь есть понимание того, что надо было бы сделать. Я не говорю уже просто о том, что думать об этом бесполезно, не имеет смысла и ценности никакой, потому что это просто так ум хочет расстроиться, уйти в другую сторону, и здесь расстроиться можно из-за всего вообще. Зря я взял вот это, а не это, если я взял то, то зря я не взял больше, если я взял то и больше, зря я не взял раньше. То есть здесь огромный спектр того, о чем можно начать сожалеть, вместо того, чтобы радоваться тому, что ты понял. А поскольку мы здесь ради знания, ради того, чтобы познавать, узнавать и получать experience, не важно какой, не важно, как мы на него реагируем, не важно, нравится он нам или нет, не важно, успешный он, правильный, удачный или нет, сам факт того, что у нас есть теперь знание какое-то, которое чаще всего мы, ну, по крайней мере у меня так в жизни, я обретаю какое-то знание через ошибку, и поэтому для меня ошибка перестала быть чем-то плохим, потому что это то, как я учусь. Боясь ошибок, перестаешь двигаться вообще. Начиная бояться ошибок. Ошибки — это просто точки, где ты обнаружил, что можно, что не можно, что нужно, что не нужно, что надо бы, что не надо бы. Так вот, суть в том, что вот это переживание о том, что, блин, зря я не взял это, надо было взять это, оно кажется разумным, потому что в моменте начинает казаться, что вот это знание о том, что надо было вот это, а не это, оно было доступно в момент принятия решения о том, что делать. Но это не так. В момент, когда ты принимал решение, ты не знал, зря ты покупаешь это или нет. И только купив что-то, что тебе не нужно было, допустим, это просто пример такой понятный, мне кажется, всем, ты вдруг понимаешь, а, он не такой вкусный, как я думал, то есть зря я взял. Если так посудить, то не зря, потому что, если бы ты не взял, ты бы и не узнал, что он невкусный, и ты бы не узнал, что он тебе не нужен, и ты бы не знал этого. Расстраиваясь из-за содержания знания, можно легко упустить, в чем заключается истинная ценность того, что ты узнал. Да, содержание неприятное. Я узнал что-то, что создает у меня иллюзию, что я принял неправильное решение. Но оно неправильным кажется ввиду иллюзии, что знание, которое ты обрел о том, что не надо было делать, было в момент решения. Но суть в том, что оно появилось благодаря, в кавычках, неправильному решению. Его не было там, когда ты принимал. То есть это решение не может быть априори неправильным, потому что ты не знал. А сейчас ты знаешь, и ты используешь это знание, как способ расстроиться. Типа, как надо было вот так сделать. Зачем я так не сделал? Все вот эти вещи напрямую связаны с тем, что человек не замечает, как знание, которое он получил через ошибочное действие, приводит его к выводу о том, что действие было ошибочным, что не надо было его делать. Но все в том, что ты это понимаешь только благодаря тому, что ты это сделал. И здесь не имеет, неуместно вот это вот зря, я, надо было, не, не надо было и не зря. Ты узнал, что это не надо делать, благодаря тому, что ты сделал это. Значит, сделать это было не зря, потому что ты узнал, что это не надо делать. То есть если у тебя твое предпонимание мира состоит из определенных блоков информации, знания через личный опыт, то в данный момент ты только что стал богаче на один опыт. этот опыт ясности, который превентит все последующие ошибки. Разве это зря? Я потерял несколько миллионов рублей на крипте, когда эта вся история хайповала. Я потерял 500 тысяч на майнинговой ферме с оборудованием и влетели. Потом с ключами я проебался. Ну, короче, то есть я вкладывал очень много и продавал, и трейдил, короче, на дневном. И это было, ну, такое, не мое занятие совсем, поэтому не было оно никаким приятным или эффективным. И оно было некорректным, потому что поведение было неразумное, короче. То есть я тогда не знал этих нюансов. И что, мне сейчас говорить зря я это сделал? Да нет, конечно. Не зря. Потому что если бы я это не сделал, то я бы жил с желанием сделать это и жил бы в сомнениях, нужно ли мне это делать или не нужно. В сомнениях, что, а возможно я что-то упускаю. В сомнениях, что, ну, то есть все эти вещи, ты просто не знаешь, что бы было, если бы я это не сделал. Мне кажется, незнание, вот что, хуже, чем совершить ошибку. Благодаря которой ты узнаешь, что не надо делать или как не надо делать. Но, скорее всего, все вот это вот зря, оно связано с тем, что, опять же, вовлечены деньги, либо какая-то боль. Особенно боль утраты денег, которые ты зарабатывал, не делая то, что ты хочешь. То есть ты как бы ассоциируешь эту потерю, как потерю времени своего и тех усилий, которые ты вложил. То есть я хожу куда-то, куда мне не нравится ходить, оставляю там свои силы и свое время. И мне бы хотелось ту ценность, которую я получаю взамен на это, не просирать, в кавычках, в неправильных решениях. Именно поэтому эти решения такие болезненные. Но это только тогда, когда есть фокус на приятном результате или еще что-нибудь. Когда фокус смещается в сторону обретения мудрости и обогащения своего опыта, нет никаких зря. В этом нет никакого смысла. Это никак не полезно, не ценно. Это тратит время, это растрачивает ресурсы, потому что ты переживаешь, а переживаешь ты из иллюзии, что ты знал то, что ты узнал тогда, когда ты это делал. Но ты не знал этого. Ты узнал, сделав это. И ты не можешь реверсивно применить это знание для того, чтобы начать сожалеть о том, что ты это сделал. Потому что ты не знал этого. Все очень просто.